МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это люди неравнодушные, которые заботятся о нашей жизни, здоровье. И позвольте вас представить, Татьяна Радченко, начальник отдела по делам несовершеннолетних у МВД России по Краснодару. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Анечка. Очень приятно. Действительно ли проблема безопасности сейчас? Мы с вами, прежде чем началась запись, говорили о том, что за несколько дней мы потеряли несколько несовершеннолетних, несколько деток. Это трагедия? Что происходит? Это трагедия. Прежде всего, происходит аномальная жара. Мы все прекрасно понимаем, что тяжело находиться на улице, тяжело находиться в помещении. Детям хочется прохлады. И если мы наблюдаем ребятню помладше возле фонтанов, когда они там бегают, резвятся, плещутся, то... Что тоже небезопасно, надо отметить. Ну, я могу сказать, что дети постарше, к сожалению, идут к речке, и им трудно объяснить, что река сама по себе наиболее коварна, нежели морское, допустим, водоем, море, озеро. Там подводное течение, и это течение уносит взрослых, профессиональных пловцов. То есть здесь не нужно как-то самообольщаться, не надо думать, что хорошо умеешь плавать. Я, прежде всего, конечно, хочу призвать родителей к тому, чтобы они знали, где находятся дети, проводили беседы с ними, говорили о том, что это действительно очень опасно. И мы уже несколько дней работаем совместно с департаментом образования, родительские чаты, рассылаем вот такие памятки безопасности на водоемах, и не только на водоемах в летний период. Потому что это очень страшная трагедия, и мы действительно переживаем. На данный момент патрулируем побережье реки Кубань, по всем округам, и при этом сталкиваемся, опять же, с негативом со стороны граждан, которые говорят о том, что мы все знаем сами, мы все умеем. Однако давайте не будем забывать, дорогие, уважаемые родители, что если есть табличка «Купание запрещено», то купание запрещено. За это предусмотрено, прежде всего, административное правонарушение. Краевой закон предусматривает по статье 2.2. И при этом мы сейчас вынуждены обратиться к правонарушениям по 5.35 в отношении родителей, которые не должным образом занимаются воспитанием и защитой прав и законных интересов своих собственных детей. То есть мы оформляем родителей по статье 5.35 за то, что дети купаются на водоемах. Ну так как несовершеннолетний пока не может отвечать перед законом, соответственно, родители... Да, совершенно верно. Все случаи, которые мы, к сожалению, допустили, они произошли только потому, что родители, в общем-то, совершенно спокойно либо относились к тому, что ребенок пойдет купаться, либо не знали об этом. То есть я очень прошу, призываю родителей, вот в такой, скажем, момент, аномальную жару переживем, но при этом надо понимать, что детей тянет к воде. И просто они должны знать, где ребенок находится, постоянно контролировать, несмотря на то, что 16-17 лет, 15. Даже в таком, да? Конечно, это тот самый возраст, когда дети, в принципе, в дневное время могут быть, конечно, все предоставлены. Понятно, что они гуляют, понятно, что они общаются. Они себя чувствуют уже взрослыми и не сущими ответственностью принимают решение права. Да, и в этом случае они чувствуют себя взрослыми и, к сожалению, сильными, наверное, слишком. Ну, здесь, в данной ситуации, на нашей стороне. Просто недавно общалась с инструкторами, которые вот эти вот какие-то походы организовывают. Это не совсем там реки, хотя горные реки, допустим, да? Я сейчас говорю о горах. И они сказали, что природа не терпит вообще легкомыслия, не терпит невнимательности, не терпит к себе отношения, не терпит вот этого человек-песчинка все-таки по сравнению с природой. И мы недавно проезжали Кумань с другой стороны. Не со стороны вот набережной нашей, да, благоустроенной, где кажется, что она такая тихая, такая красивая, да, прям хочется ручки помочить, а она такая огромная и бурлящая. Мощная, да, и совершенно верно. Вы заметили, что это настолько гладь вот эта зеркальная обманчива, вот эта спокойная, даже там, где нет течения, есть водовороты, которые затягивают. То есть мы не можем, опять же, предусмотреть, как ребенок далеко заплывет. Поэтому сейчас, на данный момент, запрещено купаться. Запрещено. Ну, надо, да, просто, мне кажется, нет таких людей, которые не знают, но на всякий случай повторяем, в Краснодаре нет обустроенных мест для купания. Запрещено купаться везде, по всему, так сказать, берегу, в черте города. Все верно? Все верно. Дети у нас, Татьяна Владимировна, в небезопасности, да, не только когда они просто не слушаются, но когда они, самое страшное, что может быть, когда они прям целенаправленно нарушают закон и совершают преступление. Может быть, сами того неведомо. Если ведая, это еще хуже. Есть у нас статистика сейчас, как в Краснодаре обстоят дела с правонарушениями совершенными подростками? В этом году совершено правонарушений меньше, нежели в прошлом году. Если в этом году мы зафиксировали, выявили, документировали около 300 правонарушений совершенных несовершеннолетними, то в прошлом году их было больше. Зато в отношении родителей мы выявили больше на 200 правонарушений, нежели в прошлом году. То есть в отношении родителей мы составляем протоколы по 5.35, те, которые я недавно упомянула, за недвижающее воспитание несовершеннолетних своих детей, и за то, что допустили употребление несовершеннолетним своим ребенком алкогольной либо наркотической продукции. Это протокол по статье 2022. Наверное, туда же относится и закон 22.00 «Детям пора домой». Насколько он вообще у нас долго уже существует, давно действует? Насколько он улучшил ситуацию? Вы можете как-то сами для себя проводить какие-то параллели? Как все начиналось, когда все упирались, дикость была? Даже я помню, была маленькая, но для меня было нормально. Если хорошо, спокойно, тепло, на лавочке у дома сидеть. А сейчас уже все привыкли, что это ненормально, если родителей нет рядом. Привыкли. Улучшило это ситуацию? Стало меньше ночных каких-то прецедентов? Я думаю, что с учетом того, что закон данный работает больше 10 лет, глобально, вот прямо сказать так, что улучшил по сравнению с прошлым годом, если мы будем смотреть, я не могу. Однако мы продолжаем изымать, как я говорю, детей с улицы в целях того, чтобы не совершили в отношении них, прежде всего, преступлений и правонарушений. Чтобы они не совершили преступления и правонарушения. В этом году мы выявили более тысячи несовершеннолетних с улиц. С января месяца? Да, с января месяца. Дали родителям под расписки, что тоже процентов на 20 превышает, чем в прошлом году количество. Делается это с целью, я уже сказала, и работу мы эту будем продолжать. Потому что, опять же, вот эти тысячи человек, которые находились на улице, прежде всего, могли стать жертвами преступлений сами. А как родители? Вы до дома их доводите? Нет, мы родителей приглашаем, вызываем по телефону и передаем на месте выявления, передаем родителям под расписку. Большинство извиняются или все-таки есть даже те, кто недоволен, что его побеспокоили? С учетом того, что, как я уже говорю, работает закон давно, большинство это воспринимает, скажем так, как свою вину. То есть они понимают, что нарушили краевой закон. И из объяснений я вижу, я материалы проверяю, читаю, из объяснений я вижу, что родители пытаются объяснить ситуацию, почему несовершеннолетний ребенок находился... Но это уже не важно, если факт зафиксирован, да? Нет, это не важно абсолютно. Ну и опять же, сейчас я вернусь к нашему составу, скажем так, основному профилактирующему детской безнадзорности, это 5.35, часть 1, который может быть усмотрен в том случае, если мы неоднократно по закону детскому задерживаем... Да, мы одного и того же ребенка, одного и того же родителя задерживаем неоднократно более двух раз, или два раза уже будем в этот момент, мы уже начинаем рассматривать 5.35 состав, потому что уже можно смотреть и говорить о системе. Системе не должного выполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Родители, опять же, должны понимать, что в отношении детей совершаются различные преступления. Прежде всего, в защиту своего ребенка, они должны понимать, что те же кражи у несовершеннолетних, те же грабежи в ночное время, я уже не говорю о преступлении против половой неприкосновенности, о котором мы в предыдущей передаче разговаривали. То есть в данной ситуации, опять же, родители должны все это понимать. И если мы повторно выявляем ребенка, мы рассматриваем состав 5.35. Татьяна Владимировна, очень хочется тему эту продолжить. И немножечко, вот вы сказали уже, затронули мы, что дети попадаются ведь и в наркотическом и алкогольном опьянении. Я думаю, ваша коллега во второй части программы продолжит со мной разговор об этом. Вам большое спасибо, что пришли. Напомню нашим зрителям, что в гостях у нас была Татьяна Радченко, начальник отдела по делам несовершеннолетних у МВД России по городу Краснодар. Сейчас короткая реклама, мы ненадолго на нее прервемся. Оставайтесь с нами. Это программа «Действующие лица» на главном городском. Ну, мы продолжаем. И в студии у нас появился новый гость, точнее гостья. Это Алиса Юшкова. Здравствуйте, Алиса Валерьевна. Здравствуйте. Начальник отдела участковых уполномоченных полиций и по делам несовершеннолетних управления МВД России по городу Краснодара майор полиции. И говорим мы сегодня о безопасности в летний период. Уже немного затронули тему детей с вашей коллегой. Хотелось бы мне спросить, а как решается проблема детской наркомании? Насколько часто приходится сталкиваться? Есть ли какая-то статистика у вас тоже? Ну, к сожалению, довольно-таки часто приходится сталкиваться с подростковой преступностью именно по употреблению, по хранению наркотических средств. В этом году только было возбуждено 5 уголовных дел по факту вовлечения в употребление наркотических средств несовершеннолетних в городе Краснодаре. Поставлено на учет 14 несовершеннолетних за употребление и хранение наркотических средств ввиду недостижения возраста. Они не были привлечены к уголовной ответственности. И вообще службой участковых и БДН в течение этого года было составлено более 700 протоколов за употребление не только несовершеннолетних, но и взрослых жителей города. Да, у нас, к сожалению, печальная статистика была возбуждена. Более 1000 уголовных дел по факту незаконного хранения и употребления, хранения и сбыта наркотических средств. Из них более 200 тяжкие, особо тяжкие составы преступлений. Конечно, проводится профилактическая работа с населением. Также в школах просветительные столы проводятся, родительские собрания. Раздаются, как говорила моя коллега, памятки о недопущении противоправных действий. Также в работе, чтобы родители оказывали положительное влияние на своих несовершеннолетних детей. Но боремся, конечно, полиция борется. Но нужно, чтобы все-таки население помогало нам в этом. Потому что и средства массовой информации должны освещать по поводу этой проблемы в обществе. По крайней мере, у меня недавно вышел цикл программ «Зависимость» называется. Там каждая программа тот или иной аспект наркозависимости рассматривает. И, конечно, самое главное, все говорят, не пробовать, не пробовать. В первую очередь, конечно, как бы ты страшно ни звучала, но это зависит только от родителей. И от их влияния на своих детей. Если мы про детей говорим. Но у нас в обществе действительно рост не только в городе Краснодаре, а вообще в России рост именно болезни такой, наркомания. Сейчас разрабатывают по поводу реабилитационных центров. Существуют коммерческие. У нас есть, согласно приказу 205 МВД, на профилактическом учете есть такая категория. Это лица, состоящие в медицинских организациях, в наркодиспансере, привлекаемые более двух раз в течение года к административной ответственности. Также с наркодиспансерами проводятся различные выезды. По факту выявления именно лиц, подлежащих профилактическому учету, проводится работа с населением, сходы граждан, участковыми. Но надеемся на все-таки общество, что они нам помогут. Ну вот я хотела бы спросить ваше личное мнение. Вот смотрите, вот проходит собрание, да, проходит вот этот ликбез, когда вы там какие-то памятки раздаете. Что вы видите в лицах людей? Вот из 50 человек, один-два, проникает им в душу то, что вы говорите? Они уходят действительно с каким-то осмыслением? Или это все не то, нужно еще что-то придумывать? Ну зачастую... И, кстати, извините, дополню вопрос. И какие у вас, кстати, есть полномочия вообще по борьбе, да, с наркоманией? Нет, все-таки профилактическая работа, она является упреждающим воздействием на недопущение. Преступных посягательств. Но зачастую, очень часто люди, которые совершают преступления, они ранее совершавшие, ранее привлеченные как к административной, так и к уголовной ответственности. Более 80% случаев. Участковые, как и инспектора ПДН, в основном, конечно, участковые, они выявляют административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и, конечно, передают на возбуждение следствия дознания по факту хранения или сбыта наркотических средств. Вы, получается, в связке с отделом по контролю за оборота наркотических средств? Конечно, проводятся совместные рейдовые мероприятия, одинаковые функции, кроме того, что участковые не могут проводить оперативно-розыскные мероприятия по федеральному закону. А вот эти вот на домах, когда надписи, эти ужасные, реклама сайтов, интернет, вот это все, вы участвуете в том, организовываете вы людей или это совершенно ТСЖ, управляющих компаний, задача смывать это все, затирать, которые появляются надписи с рекламой сайтов? Во-первых, поступают заявления, мы привлекаем лиц к административной ответственности при установлении, либо по статье 167 Головного кодекса за повреждение, умышленное повреждение имущества. Также из муниципалитета, с администрацией поступают письма и заявления граждан по факту привлечения к административной или головной ответственности за надписи, либо просто граффити, либо надписи о продаже наркотических средств. Да, да, уже. Ну, просто я знаю, что у нас очень много акций проходит среди молодежи, которые вам помогают это все закрашивать, зарисовывать, да? Ну, в основном это занимается администрация, но также у нас проводятся оперативно-профилактические мероприятия под условным названием, там, ДОЗа, подросток занятости и тому подобное. И, конечно, в рамках этих мероприятий совместно с иными службами Министерства внутренних дел проводятся рейдовые мероприятия, как я повторюсь, на предмет недопущения выявления административной и уголовной ответственности. То есть, получается, вот сколько вы, еще раз, цифру сказали, там, 4-7 уголовных дел завели по... Пять уголовных дел было возбуждено. Пять. По принуждению, да? Да, не совершенно верно. Только в этом году. А вы, грубо говоря, пять акций им в ответ, чтобы подростки, наоборот, на светлую сторону переходили. Больше акций. Ну, тем более. Ну, то есть, вы таким образом перетягиваете. И есть гарантия и шанс какой-то, ну, так, по вашим наблюдениям, что те ребята, которые принимают в этих подростковых акциях участие, уже никогда не будут не пробовать, не думать о том, чтобы употреблять, да? Конечно, надо надеяться на лучшее. Ну, вообще, вот так вот по отдаче какой-то их настроению вы видите, что... Есть, и, конечно, исправление, да, имеется. Здорово, слушайте, ну, это очень тогда прям молодцы вы. Хотела еще, знаете, спросить, а если мы говорим не только о детях, а вообще о обычных жителях Краснодара, например, да, вот многоэтажный дом. И мы знаем, что там в какой-то из квартир, ну, если не наркопритон, ну, по крайней мере, там проживают люди, употребляющие наркотики. И они реально отравляют жизнь. Они шумят, они устраивают непонятные сборища. Что делать таким людям, как вы можете им помочь? В общем, можете какую-то инструкцию дать. Это, мне кажется, очень актуально и важно. Есть такая вещь, как гражданский долг. И любой житель, да, любой гражданин Российской Федерации обязан сообщить правоохранительные органы о противоправных действиях. Будь то там притон, шумы и тому подобное, для мер реагирования со стороны полиции. Нет, ну, если мы говорим про участковых. Если участковые... Согласно приказу 205 МВД, три раза в неделю участковые принимают граждан, вторник, четверг, субботу. На официальном сайте МВД размещена дислокация административных участков с контактными телефонами участковыми. Кроме этого, можно в дежурную часть сообщить о правонарушении. И незамедлительно полиция, либо сотрудники патрульно-постовой службы, либо зональные участковые должны отреагировать на данное сообщение, принять меры. И что можно сделать с этими людьми вообще по закону? Мы можем как-то привлечь к ответственности за это? Конечно, согласно краевого закона 608-го, привлекается пост за нарушение тишины и спокойствия граждан. И при поступлении информации совместно также с сотрудниками уголовного розыска и наркоконтроля проводятся мероприятия по выявлению наркопритонов. То есть если мы, грубо говоря, они просто шумят, это одно, и мы не можем попасть узнать. Но если они где-то бредут по улице, вовремя среагировали жители, мы донесли информацию до участкового, участковый предпринял меры и доказали, что в наркотическом опьянении человек, то дальше это уже немножко другие статьи, другие силы, и человек может прям сесть в тюрьму и больше его не то что не услышат, не увидят. Ну что ж, спасибо большое, Алиса Валерьевна, за информацию к размышлению. Я напомню, что сегодня мы говорили о безопасности в летний период, в том числе безопасности наших с вами детей. И в гостях у нас была Алиса Юшкова, начальник отдела участковых, уполномоченных полицией по делам несовершеннолетних, управление МВД России по городу Краснодару. И это была программа «Действующие лица». Спасибо, что с нас смотрите. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова